На календаре да и на улице лето, гора витаминов, тепло, хочется уйти подальше с работы, но вот куда податься? Европа или может быть Азия? А может быть просто махнуть на все рукой и уехать куда-нибудь, например, за речку? Но не все так сложно. Буквально недавно открылось новое направление, и мы немножечко сейчас о нем поговорим. Здравствуй, папа, здравствуй, мама. Я пишу тебе с Гуама. В общем, приехали. Итак, знакомьтесь. Тропический остров Гуам – территория Соединенных Штатов, входящая в архипелаг Марианских островов и расположенная в западной части Тихого океана со средней температурой 26-31 градус по Цельсию. В длину наш новый друг растянулся на 50, а в ширину почти на 20 километров. И теперь самое для нас важное. Относительно недавно, с 15 января 2012 года, Штаты открыли для россиян безвизовый доступ сюда. Подходит? Вполне. Берем. Как и на всей территории США, основной язык Гуама английский, а в обороте здесь доллары. Здесь очень любят блюсти законы, и, видимо, из-за жары никто никуда особо не торопится. К этому наши отдыхающие привыкают быстро. А вот к чему здесь привыкнуть вряд ли, когда удастся, так это море-океян – цвета нереальной лазури. Он завораживает, затягивает и с первого взгляда влюбляет себя. Всех. Но особенно дальневосточников. Были на Сайпане до этого и слышали много, что на Гуаме лучше, чем на Сайпане. Ну, в принципе, нам эта Сайпань понравилась. А теперь вот приехали на Гуам и поняли, что мы, в принципе, не летаем два раза в одно и то же место. А на Гуаме я повернулась. Потому что, ну, хорошо. Ну, конечно, ради моря. Ради чего сюда все, наверное, не приезжают. А я ради моря. А ты ради чего? Я ради зоопарка. А, ну, вот некоторые ради зоопарка. А я ради моря, потому что пляжный, ну, в качестве пляжного отдыха очень хорошо. Если кто-то любит море, это надо только на Гуам. Здесь спокойно, здесь ты чувствуешь себя как в безопасности. Если ты прилетаешь во Вьетнам, это не значит, что там все хорошо. Здесь свои плюсы. Чистая вода, еда. То есть все на высшем уровне. В Вьетнаме мы просто были в Таиланде недавно. Там все как-то тоже хорошо, но с ребенком тяжеловато. Здесь намного лучше. Я сюда приезжаю уже в седьмой раз, потому что устаю от работы, людей, быта. Здесь всегда солнечно, очень тепло и красиво. Вот поэтому я и люблю Гуам. Также здесь хорошо опустошать кошелек в свое удовольствие. Пляжей здесь, ну, очень много. Главный расположен в городе Хатанго, где как раз и находятся все отели вдоль красивейшего залива Тумон. Здесь же можно и просто позагорать, поплавать, и покататься на всяческих водных штуках, и даже рыбок посмотреть. Хотя, скажу вам по секрету, заниматься снорклингом, то есть в маске с трубкой в кораллах искать цветастую рыбешку, лучше в другом месте. Вообще этот пляж называется Кока Паум Гарден Бич. То есть здесь растует много кокосов. Здесь потрясающее по красоте море, рифы. Кстати, удивительная особенность такая, что в море можно заходить только в жилете, потому что здесь, говорят, сильное течение может сонести, ну, плюс еще рифы. Видимо, чтобы каким-то образом снизить риск удара об эти рифы. Ну, что могу сказать, погода прекрасная, все хорошо, будем пробовать. Да, именно вот тут. Пока одни развлекаются активным, ну, или пассивным спортом, другие превращаются в эдаких Ихтиандро Флайт. Вооружившись тем необходимым, идем, а затем плывем, что называется, в поисках Немо. Ну, рыбки-клоуны из мультика. Ну, рыбки-клоуны из мультика. Вот эту штуку дали подержать на какое-то короткое время, называется на кокосовый крафт. Сказали, что вот этими кляшнями он может запросто перекусить палку, поэтому пальцами тут, наверное, не стоит. Он на меня смотрит, как внимательно. У него даже реснички есть, смотрите, правда. Крафт этот занимался тем, что ел буквально 5 минут назад вот там кокос. То есть он прям брал кусочек и вхаваловал. Если же такая экзотическая жидность вам не по нраву, можно поехать на обзорные экскурсии вокруг всего острова. За 7 часов вы узнаете массу интересного о Гуаме и его истории. Лично увидите крепости времен конквистадоров, познакомитесь с религиозными особенностями местной культуры. Буквально все места здесь дышат живой историей. Вот, например, в эту бухту заходил и стоял на рейде испанский мореплаватель Фердинанд Магеллан. А через пару веков хозяева этих пушек без единого выстрела сдали остров Америки. Местные, кстати, очень любят поговорить с русскими. И как бы вы думали о чем? Конечно же, о русской зиме. Особо же будет интересен Гуам любителям географии. Вот там, на расстоянии в 330 километрах, находится самая глубокая впадина в мире – Марианский желоб, глубина которой более 11 километров. Ну и, в принципе, здесь же можно совершить дайвинг, покормить акул, может быть, даже собой, если повезет, ну и заняться другими прелестями отдыха и жизни. Да, кстати, именно отсюда с Гуама великий кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэмерон в 2012 году отправился покорять Марианскую впадину. И чтоб вы думали, конечно же, покорил. Но мы о Гуаме. Обязательным местом для любого туриста является мыс двух влюбленных – Ту Лаверс Пойнт, откуда на залив Тумон открывается наишикарнейший вид. Также это место пользуется особой популярностью у молодых. Многие верят, что здесь можно укрепить свои чувства через вот такие замочки, коих тут великое множество. Некоторые, кстати, пишут пожелания о встрече своих половинок. Другие же, уже найдя, просто предаются романтике. Тут два аквапарка мы только нашли, в одном были зоопарки есть. И мест можно ездить. Мы вчера объехали все побережье. То есть, и можно вообще… Не останавливались нигде. А то есть, можно на каждый, на любой дикий пляж заезжать, плавать. То есть, столько мест мы еще сами… Очень много красивых мест. Все вот так вот. Советуем. Рекомендуем даже вот так вот. Это вот единственное пока место, куда мне… Я даже хотел бы еще вернуться сюда. Через полгода еще раз сюда приехать. Да уж, для семейного отдыха на этом райском острове есть все и даже больше. Во-первых, конечно, пляж. А во-вторых, у каждого отеля есть как минимум один бассейн. А при некоторых расположены целые аквапарки, которые и за полдня не обойдешь. Тут и малышне найдется, чем заняться и их родителям. От каноэ и просто водных корок до бассейна с волнами для серфинга и настоящей горки мечты любого экстремала. Ну, абсолютно не знали. Пришли к туроператору, искали место отдыха. У туроператора так вкратце выяснили, что это за местечко. Прочитали очень много в интернете информации про него и решили прибыть сюда. Ну, в итоге довольны результатом пребывания, конечно. Райский уголок, местечко очень хорошее. Когда я ездила на лодке, там так прикольно. Можно рыб смотреть, там водоросли, всякие рыбы разные виды, кораллы. И там еще прикольно дельфины. Да, дельфины тут действительно классные. Встретить этих млекопитающих можно, поехав на дайвинг. Обязательная остановка на территории любопытных морских зверушек, безусловно, доставит массу приятных эмоций всем, и взрослым, и детям. Также всех желающих покатают на банане. Кстати, скорость там небольшая, всего 30-40 километров, так что переживать за безопасность даже и не стоит. А вот то, что будет дальше, запомнится всем любителям экстрима. Дайвинг с погружением на глубину до 5 метров. Обещанные полчаса пролетают как 5 минут. И только потом по видео можно рассмотреть реальный хронометраж погружения. Скажу сразу, хочется еще. Редактор субтитров А.Семкин Тем же, кому под воду погружаться нельзя по разным причинам, расстраиваться не стоит. Для них есть два варианта. Первый – это настоящая туристическая подводная лодка. Агрегат спускается под воду на глубину до 40 метров. Здесь можно рассмотреть массу океанских красот. Причем перепадов давления здесь совсем нет. В лодке на дно спускались даже японские бабушки. Сам лично видел. Второй же вариант расположен прямо в центре улицы Тумон и зовется подводный мир. Несколько тысяч морских животных, только 5 видов акул, черепахи, скаты от всего увиденного дух захватывает даже у взрослых. Что уж говорить про детей. Во всю эту красоту также можно спуститься в специальном шлеме самим. Поверьте, ощущения, которые испытываешь, когда в тебя носом тыщится гигантская черепаха, ну просто никак не передать словами. Кстати, тут же 3 раза в неделю можно воочию посмотреть, как кормят акул. Процедура не пыльная и удовольствие весьма доставляющее. Вообще, если вам скажут, что на Буаме делать абсолютно нечего и скучно, знайте эти люди сами. Скучно и интересно. Вот у нас, например, свободного и даже минуты нет. Мы находимся сейчас на пляже с кодовым названием The Beach. То есть пляж. И буквально через несколько минут здесь будет представление Чамора. Кто они такие, чем занимаются, какая культура. Мы об этом узнаем. Но сейчас вот можно видеть, какая здесь вечерняя жизнь. Насыщенная более чем. Здесь немцы, американцы, ну и мы русские. В общем, тусовка идет полным ходом. Что же касается различных вечерних шоу, на Буаме их великое множество. В основном это разные представления полинезийских племен с танцами, фаер-шоу и обязательным небольшим участием в этом шоу самих зрителей. Причем все программы с очень приятным для нашего русского брата бонусом. В них уже включен ужин. Если же вы захотите более классических развлечений и надеть не только шорты, но и вечерние наряды, есть и такие места. Шоу Сандкассел, песочный замок в лучших традициях, ну очень качественного цирка. Тут и фокусы, и танцы симпатичных особ, и акробаты. То, что они выделывают над головами зрителей на лентах, буквально завораживает. Но самое главное, ради чего едут люди на Буам, именно закаты. Таких потрясающих видов не найти нигде. Ни в Таиланде, ни в каких-либо других странах, там Китае или Европа. Можно спокойно сидеть на такой вот лодочке национальной Чеморской и релаксировать, глядя на заходящее солнышко. Стоит отметить, что все эти удовольствия, разве что кроме закатов, далеко не бесплатные, как и все экскурсии. И отдых здесь рассчитан на людей среднего достатка. Связано это с тем, что на Гуаме земля вулканического происхождения, и почти ничего съедобного не растет. Поэтому все, что есть, привозное. Вот и везут все через полокеана. После нескольких дней здесь так и тянет спросить земляков, а легко ли русскому на Гуаме? Меня поразило это высказывание немножко, потому что мне все мои знакомые сказали, что здесь дорого. Я не считаю, что здесь дорого. То есть ужин на троих сто долларов – это недорого. Это нормальные деньги. То есть, что ты поешь в Благовещенске, что за границей – это везде одна и та же цена. В сравнении с другими странами была в Таиланде, на Филиппинах, в Гонконге, в Европе. В принципе, достойный отдых. По сравнению с Сайпаном я ожидала приблизительно как Сайпан. Очень все чисто, аккуратно, очень порядок такой. Как даже получается, как в европейской стране, и то не во всех европейских странах, такой порядок, как здесь, мне кажется. Спокойно, безопасно, что вечером можно ходить, в любое время. Но при всех плюсах Гуама есть здесь все-таки некоторые минусы. Это слаборазвитая сеть общественного транспорта. А такси здесь безумно дорого. Порядка 20 долларов, может быть, за какие-то там 500 метров. Для таких туристов компания H.A.S. – это фирма, которая принимает здесь 90% русского трафика, разработала систему Sirena Car. Эта карта обозначает то, что вы можете беспрепятственно пройти в любой автобус с логотипом Sirena, который курсирует по острову в трех направлениях. И вас могут забрать на этом автобусе от отеля и отвезти в какой-нибудь торговый центр. Стоит такая штука, если вы приехали сами 18 долларов в неделю. А если вы приехали с компанией Авиачартер ДВ, она бесплатна на все время вашего пребывания здесь. Вообще к русским здесь отношение особое. Туристам из далекой холодной России местные всячески помогают. Если вдруг у кого-то возникают трудности, в компании H.A.S. найдутся и переводчики, и водители, и даже юристы. Да, и еще несколько важных рекомендаций, для которых сотрудники компании попросили отдельного внимания в нашей программе. Если русские туристы заказывают, то есть делают специальную просьбу к турагенту, чтобы кровать у них была в комнате одна и большая, а не две маленькие. Им нужно обязательно проверить то подтверждение, которое они получили. Зачастую агент не доносит туристу, что подтверждение они получили все-таки на две небольшие кровати, а не на одну большую. И это очень большая разница, особенно для русского туриста, который приезжает сюда на неделю, на две, а порой и на три. То есть вот эти вот жилищные ситуации в гостинице, они очень важны. И их нужно решать прямо там, на месте. Второе. Наверное, 99% прибывших сюда не заполняет самостоятельно таможенные декларации. Для них это заполняет агент. Естественно, декларацию эту никто не читает. Сюда приезжают люди с килограммами колбасы, мяса, всего остального. Мясные продукты сюда запрещено возить. Поэтому у них их забирают. Таможня здесь очень сильно по этому поводу беспокоится. И им приходится задерживать вот этих людей, они очень медленно выходят, проходят в систему таможни, потому что у каждого практически вскрывается чемодан, отбирается эта колбаса и мясо. Наверное, если у гостей есть какие-то хронические заболевания, было бы неплохо, если бы они брали с собой свои препараты. Потому что здесь все препараты, к примеру, сердечные, повышенного давления или какие-то еще, без рецепта врача не получить. А чтобы получить рецепт от врача, естественно, нужно съездить к этому врачу. Если они не говорят по-английски, им нужны будут услуги переводчика. Это 50 либо 70 долларов в час. Плюс, чтобы посетить врача, это еще 250 долларов просто за посещение. Если врачу нужно будет взять анализы, кровь, ЭКГ на сердце или еще что-то, это может встать даже и в 2000 долларов. Поэтому, чтобы не было вот таких непредвиденных, ненужных расходов, свои какие-то элементарные антибиотики, средства от простуды, средства от хронических заболеваний, обязательно лучше иметь при себе. Ну ладно, правила правилами, а что же тут с ночной жизнью? Особенно для молодых, в разные бары, клубы здесь есть, есть каждый день, которые открыты. Например, на Сайпане два раза в неделю клуб. Там только один клуб есть, он открыт два раза в неделю. Здесь каждый день открыты все бары, все клубы. Так что они смогут, конечно, найти, что здесь, чем заняться и что сделать здесь. Да, если вы с Савая любите повеселиться, на Гуаме таких мест предостаточно. Бары, клубы, музыка разных стилей и направлений тут в наличии имеется всегда. Отчасти благодаря русским и японским туристам, отчасти американским военным, которые здесь служат и тоже хотят расслабиться. Модные треки, коктейли или семья до утра. Завсегдатые клубов определенно найдут здесь свое. Да, и еще одна вещь. Женщин на Гуам без денег отпускать крайне не рекомендуется. Дело в том, что эта зона не облагается налогами и тут нереальное количество брендовых бутиков. Эдакий Лас-Вегас шоппинга. Одни и те же марки можно встретить метров эдак через 50. Вообще вся центральная улица Тумон больше похожа на единый выставочный зал. Тут на тебя Гуччи смотрит, там Луи Вуиттон и всякие прочие Диоры с Шанелями и Роликсами. Если удачно попасть, неплохо приодеться в крупных центрах можно долларов эдак за 500-800. Ведь здесь почти всегда скидки, распродажи и скупые мужские слезы. Но хоть бы один такой магазин с инструментами поставили, что ли. Вообще Гуам место очень интересное. Здесь в прямом смысле тепло, светло и мухи не кусают. За время, что мы здесь находились, нас не укусил никто, кроме разве что маленьких муравьев. Что могу сказать? После недели пребывания здесь сюда хочется вернуться. Действительно так, потому что мы очень многого еще не посмотрели и не увидели. Из маленьких советов, которые хочется дать нашим российским путешественникам. Берите машину и следуйте остров сами. Потому что здесь есть очень много красивых бухт, лагун, пещер. Ну и собственно наслаждайтесь тем, что здесь называется Half a Day. Все хорошо. Мы любим Гуам. И Гуав любит вас, тоже. Субтитры подогнал «Симон»!